Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я бы более широко Подошел к этому явлению Это Коренное изменение В глобальной ситуации В глобальной политике Это перестройка геополитической Всего земного шара И я думаю Мое заключение Глядя на происходящее в арабском мире Это начало Установки однополярного мира где политико-дипломатические способы урегулирования проблем уходят на второй план. Силовая составляющая становится основным элементом мировой политики. Я лично связываю вот то, что происходит сегодня. Это не только арабы. Вы посмотрите, сегодня таким же пожаром как бы народных волнений охвачен Иран. То есть вы считаете, что все-таки это как бы народные? Скорее всего, вы считаете, что силовики стоят здесь? Суть как раз проблемы состоит в том и сложность ее восприятия, что это действительно народные выступления. Вот Египет. Почти 100 миллионов населения. 87 миллионов, если говорить более точно. Но скоро будет 100 миллионов. Они быстро, так сказать, демографически расширяются. Но ведь эту проблему создал кто-то социально-экономическую в Египте. 70-й год. Смерть Гамаля Абдунасара, 71-й год. Советских военных специалистов изгоняют из Египта. Советский посол Владимир Порфирьевич Поляков покидает Египет. Разрыв дипломатических отношений с Советским Союзом. И Анвар Саддат переориентирует всю полностью страну, экономику, военные и все социально-политическое, переориентирует на Запад, на Соединенные Штаты. 41 год верный сторонник, стратегический союзник США. В том числе и Хосни Мубарак. Вопрос возникает. Если до такого состояния довели население страны, что оно берет дубину и выходит на улицы, это означает, кто виноват? Виноват Хосни Мубарак или та система, которую создали и опекали американцы на протяжении 41 года? Ну а Ливия, Иран, Бахмир, и сегодня будоражат столицу Иордании. Амман, я скажу вам больше. Столицу государства, которое в прекрасных отношениях с Соединенными Штатами Америки находится. Король Абдалла, молодой король, демократичный, но он сегодня становится объектом наступления. Возьмите сегодня Саудовскую Аравию и гроза сегодня, грозовые облака не только над прогрессивными странами типа Сирии. Но, Вячеслав Николаевич, получается, что как бы за всем этим стоит один северный кардинал. То есть за всем стоит Америка. Ну, я бы сказал, если бы я произнес эти слова, вы бы меня сейчас же обвинили бы в предвзятости. Ну, это ваше мнение с другой стороны. К конспирологии, допустим. Вы просто почему-то про Ливию не говорите, там ведь другая ситуация. А я могу сказать про лжир, я могу сказать про верного друга Америки Марокко. Про Муамра Каддафи, давайте скажем. Он верный друг тоже Америки. Наш верный друг, так скажем. Он был нашим до тех пор, пока мы не сделали переворот. Когда в 92-м году не к ночи будет упомянутый Андрей Владимирович Козырев. Не будем. Не будем. Но он принял решение о разрыве отношений с Ливией. Подождите, а кто же здесь у нас шатры-то раскидывает под стенами Кремля? Ну, шатры он раскидывает не только здесь, но и на лужайке Белого дома, извините. Это традиция. Интереснее все-таки, чем это вызвано? Нет. Что дальше будет? Я считаю, для того, чтобы понять, что будет дальше, надо осознать, кто за этим стоит. Я согласен с гносиологическими корнями этого явления. А корни одни. Идет переустройство Большого Ближнего Востока. Вы слышали этот термин от Кандализа Райс во времена Буша. Я вам просто покажу ту географическую карту, которая и называется «Карта нового Большого Ближнего Востока». Ну, окей, если вы говорите, что стоит подразумеваем, кто... Это план неоконсервативных кругов США, которые сегодня возвращаются к руководству Соединенных Штатов. Если сейчас их выкидывают, как вы считаете, да, получается, что все эти бунты, народные волнения, поддержанные силовиками... Избавление от американского влияния. Вот Викиликс. Подождите секундочку. Да? Правильно я говорю? Правильно. Хорошо. Избавиться. Кто будет стоять за спиной? Им не нужно стабильность. Кто будет дергать ниточки? Им не нужен порядок в арабском мире, в исламском мире. Им нужна анархия и беспорядки. Зачем? Для ослабления. Нефть качать? И все? Они нефть качают и сегодня, без ограничений. Дело не в нефти. Дело в американской геополитической линии в целом. Я лично связываю обострение на Дальнем Востоке, вокруг Курильских островов, политика Японии и позиция в отношении этого Соединенных Штатов Америки в одной увязке с тем событиями, которые мы наблюдаем на Ближнем Востоке. Исламский мир должен быть ослаблен. Это уже понятно, потому что даже уже после этих всех дюмаршей... И Ближневосточное урегулирование, зашедшее в тупик, будет решаться не дипломатическими путями, а силовым путем. Как? Так, будем надеяться, что это не выльется все-таки в Третью мировую, как это уже предсказано. В Третью мировую не будет. У них нет оппонента. Советского Союза нет, к сожалению, на мировой арене. Нет контрбаланса этой политики американской. Идет глобальное переизменение ситуации на Ближнем Востоке. Новые границы нового государства. Вот учитывая последнее обострение ситуации отношений России с Японией, может ли возникнуть настолько серьезная проблема, что это не будет войны? Нет, не будет. Потому что, вы слышали сегодняшнее заявление уже премьер-министра, он делает задний... назад дал ход. Потому что это идет политическое давление. С использованием местных ресурсов. Народ подготовлен к бунтам, народ подтолкнули. Если почитаете переписку послов американских за последние два года из Туниса, из Алжира, из Бахрейна, сегодня вывалилось в Викиликс огромное количество. То есть я четыре часа скачивал свой компьютер и по Бахрейну информацию. Но Бахрейн, он готов уже, король, готов откупиться уже с золотом по две с половиной тысячи. Мы смотрим, согласятся ли с этим масса народной, которые восстали против него. И ему тоже жертва кровь льется на улице Манамы. Спасибо, Вячеслав Матозов, бывший дипломат.